Какое нереальное количество лженаучной лабуды появилось в последнее время в интернете. Наверное, все уже видели бесчисленные ролики о том, что Земля плоская, о том, что гравитация не связана с массой, о том, что весь спид от докторов, а пенициллин – это яд и так далее. Я выкладывал несколько подобных роликов в своей группе, но, скажу прямо, это капля в море вреда, заполнившего интернет, и в частности YouTube. Посмотрев не один десяток таких роликов, я заметил, что все они построены по одной и той же логике. Такое чувство, что есть какой-то скрипт, по которому такая лабуда создается. Я попытался вычленить повторяющиеся моменты в каждом таком ролике, и вот что у меня получилось. Я назвал этот скрипт «Формула обоснования любой лженаучной лабуды». Сначала дается кусок научного знания, но в искаженном виде. Дальше вбрасываются фразы, типа «А где доказательства?», «А кто это видел?», «И вот это ваши доводы!» и тут же даются примеры научных доказательств, но снова в искаженной форме. После чего идет излюбленный пункт всех конспирологов. Все ваши доказательства «Масонская фальшивка» или «Нефтяные магнаты», «Фармацевтическая мафия» и так далее. Дальше дается альтернативный источник, сопровождающийся фразами типа «А в Библии сказано», «А в Ведах говорится», «И только моряки и летчики знают». И лишь немногие физики осмеливаются заявить. После чего начинается плотный поток лженауки с целью добить мозг слушателя фразами в стиле «Вот неопровержимые доказательства», «Классическая физика не может дать ответа» и так далее. Вот такой простой алгоритм, он повторяется практически в любом материале лженаучного характера. Сейчас я покажу несколько примеров применения этого алгоритма и вы увидите сами, что с его помощью можно обосновать буквально любой бред. Всем нам со школьной скамьи вдалбливают, что материя состоит из атомов и частиц. Но кто их видел? Хоть кто-то держал их в руках? Ученые в говне моченые уже устали придумывать частицам названия. И только лишь немногие осмеливаются заявить, что в 19 веке была совсем другая концепция, суть которой заключалась в том, что материя состоит из вихрей эфира, а не из каких-то там атомов. Следующий пример. Из всех средств массовой информации нас пытаются убедить, что причина СПИДа это вирус иммунодефицита человека. Но хоть кто-то его видел? Хоть кто-то раз выделял эту культуру? Нет. Все исследования это фальшивка, за которой стоят фармацевтическая мафия. И лишь немногие ВИЧ-диссиденты осмеливаются заявить, что истинная причина СПИДа это лечение от СПИДа. И так дальше. С детского сада, со школы, нам вдалбливают, что Земля это шар. Но хоть кто-то представил хоть малейшие доказательства? Ведь глаза говорят об обратном. На самом деле, все это заговор тайного мирового правительства и все его доказательства типа выхода человека в космоса являются фальшивкой. А вот древние греки еще давным-давно вычислили, что Земля плоская. И сегодня лишь единицы летчиков и моряков осмеливаются заявить о том, что они наблюдают явление, которое можно объяснить только при том условии, что Земля плоская. И вот вам 200 неопровержимых доказательств того, что Земля плоская. Вы думаете, что самолеты летают благодаря законам аэродинамики? Нас так учили в школе и в институте. И мы в это охотно верили, не догадываясь, что на самом деле все эти законы аэродинамики это просто вуаль, натянутая нам на глаза демоническими силами, пытающимися скрыть от нас истинную природу вещей. И только несколько смелых летчиков осмелись заявить, что на самом деле самолеты летают благодаря магии. Магия уже давным-давно применяется в нашем мире, но чтобы она не попала в руки простым смертным, ее замаскировали под видом всяких там законов аэродинамики. Или вот мой любимый пример. Всем нам со школы известно, что КПД системы не может быть больше 100%. Но что если я вам скажу, что само определение понятия КПД нам давали неверно. И закон сохранения энергии на самом деле придуман жидомасонами и нефтяной мафией, чтобы скрыть от школьников правду про вечный двигатель и что на самом деле КПД может быть сколь угодно большим. Но правду не скрыть. И вот вам 100 примеров работающих вечных двигателей от честных физиков-изобретателей. Еще со школы нас пытались убедить в том, что внутри земли находится горячее ядро. Но никто не предоставлял никаких доказательств и мы просто это зубрили. Но что если вам скажу, что на самом деле все это заговор, созданный с целью скрыть от людей правду, что на самом деле земля полая и внутри земли есть пространство, внутри которого живут еще несколько цивилизаций. И многие античные источники указывают об этом факте и даже рисуют карты внутренности земли. Мы привыкли считать, что пирамиды построили древние египтяне только благодаря тому факту, что пирамиды находятся в Египте. Но согласитесь, это слишком самонадеяно. Ведь не существует никаких прямых доказательств того, что египтяне этим занимались. Истории о том, что пирамиды возникли во времена фараонов, придуманы уже в наше время, чтобы мы не задумывались о том, откуда пирамиды могли взяться на самом деле. И только лишь несколько честных археологов смело заявляют о том, что у них есть серьезные основания полагать, что пирамиды были построены пришельцами, древней высшей расой, которая построила эти строения для того, чтобы использовать ветер Вселенной для борьбы с гравитационными катаклизмами. И вот доказательства этой теории. На школьных уроках физики нас убеждали в том, что радиоволны это электромагнитные колебания, то есть переменное электромагнитное поле. Но что делать с тем фактом, что первые изобретатели радиопередатчиков и радиоприемников ничего не знали о теории электромагнитного поля. И лишь немногие физики осмеливаются заявить о том, что на самом деле теория электромагнитного поля это фальшивка, созданная нефтяной мафией, чтобы скрыть от нас, что на самом деле радиоволны это продольные волны в газообразном эфире. И этот эфир может явиться причиной, по которой все нефтяные магнаты обанкротятся. И вот 100 неопровержимых доказательств существования эфира. В наше время никто не ставит под сомнение тот факт, что источником силы тяжести является объект, обладающий массой. Так нас учили со школы. Но если это так, как объяснить тот феномен, что если положить рядом два шара, они друг к другу не притягиваются, хотя оба они обладают массой. Или как объяснить тот факт, что в горных массивах, где масса гор огромна, гравитация ничуть не отличается от гравитации на низинах. Очевидно, что-то здесь не так. И если мы покопаемся в истории, то обнаружим интересный факт. Оказывается, Исаак Ньютон был членом масонской ложи. И по приказу этой масонской ложи он и создал свой закон всемирного тяготения. Зачем был создан этот закон? Для того, чтобы скрыть, что на самом деле гравитация является свойством не объекта, обладающего массой, а гравитация это следствие вращения объекта. Доказательством этого являются загадочные свойства гироскопов. Немногие из нас задумывались, откуда на планете Земля появилось золото. Многие думают, что его добывают из Земли. Но откуда оно взялось в Земле? Самый интересный факт заключается в том, что золото было у человечества задолго до того, как появилась горнорудная промышленность. Как объяснить такой парадокс? Ответ на этот вопрос могут дать всего лишь несколько историков и археологов. Легенды древних плевен гласят о том, что золото было принесено на Землю гостями со звезд. Микропроцессоры используются в наше время практически везде. Нас убеждают в том, что человечество само создало технологию, позволяющую размещать на полупроводниковых кристаллах миллионы транзисторов. Правительство скрывает от нас страшную тайну. На самом деле, микропроцессоры мы получили от пришельцев. Но сегодня смелые военные в отставке расскажут нам о том, как происходил контакт между правительством и пришельцами, в результате которого человечество получило массу новых технологий. Короче, этот список можно продолжать бесконечно. Любой бред можно обосновать по такому алгоритму. Дается фрагмент научного знания. Научное знание и его доказательства, представленные в искаженной форме, подвергаются сомнению. Упор на конспирологию, заговор, масоны, мафия. Представление альтернативного источника и добивание мозга слушателя плотным потоком абсурда. Можете даже в комментариях написать, какой еще бред вы слышали на просторах интернета. И даже попробовать обосновать что-нибудь свое. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok